Я просто сижу в шоке. Пробуешь и понимаешь, все, оно уже не может быть лучше. По московским меркам это дорого. А вы что, часто торты заказываете? Откуда вы знаете такие тонкости? Охренеть! Друзья, всем Велка, с вами Катя Бельчик. И сегодня у нас снова рубрика с тортами от популярных кондитеров. Сегодня будет очень необычный торт. Нож я пока отложу, еще рано торт не приехал. Я заказала торт у NAMELESS CAKE. У нас бывали разные торты. В основном мы все же заказывали у людей, у которых очень большое количество подписчиков. Там, допустим, миллион в ТикТоке, у Ляны там по 2 миллиона, да. А сегодня мы заказали не по критерию подписчиков, а по критерию торта, который может супер-пупер удивить. Плюс еще он достаточно дорогой. И сделан его для нас Евгений. У него никнейм NAMELESS CAKE RU. NAMELESS CAKE RU, реально. Вот я сейчас посмотрела, в ТикТоке менее 100 тысяч подписчиков. Ну, будем надеяться, пока мы там ролик выпустим, уже 100 тысяч будет. Я так понимаю, что он не сильно так активно его ведет. Я вообще давно его торты увидела на просторах ТикТока. Может, еще год назад, мне кажется. Я такая, вау, подумала, вот этот чувак делает. Он сам по себе такой краш, прям думаю. Он, наверное, стрельнет, как Артем Шеф. Мне вот так тогда казалось. Думаю, сейчас чуть-чуть еще разовьется. Ну, по подписчикам видно нет. Но я думаю, что вы, возможно, о нем слышали. Девчонки прям мне скидывали. Типа, Катя, ну, закажи, пожалуйста, у него такой парень классный. Такие торты делает классные. Ну, мы не смогли, конечно же, отказаться от вашего предложения. И сами мы очень хотели посмотреть, что же будет за торт. Главная отличительная черта его тортов, это супер красивая рисовка. То есть, видно, что человек талантлив, что у него есть художественное видение. Что он вообще просто крутой художник. Конечно, самое интересное началось, когда мы решили придумывать, что же за торт мы будем заказывать. Митя предлагал... Дарт Вейдера. Я сказала, ну, серьезно, Дарт Вейдера. Что-таки в комментариях? Серьезно? Ты отказалась от Дарта Вейдера? Я предлагала с Человеком-пауком, потому что как раз-таки я у Евгении увидела крутые торты. В итоге я сказала, а давай с тем, что любят все. И это, конечно же, коты. Ну, как, коты и дети. Что люди все любят. Все-таки сейчас, ну, класс она придумала. Особенно детей, вот все любят. Давай у нас будет легенда, что ты заказываешь торт для девушки, которая любит рыжих котов. У нее живет дома два рыжих кота. Нарисуйте, пожалуйста, нам таких котов. Ну, любых рыжих котов. В общем, все. Был главный критерий. Мы заказали. Мы сейчас ждем. Курьер стоит в лобне, как всегда. Все нормально. Три часа всего лишь доставки. И торт у нас. Ну, извините, у нас фура перевернула. Знаете, не все. В жизни бывает так, как мы хотим. Мы пока с вами рассмотрим критерии. Сервис наш первый критерий. Дмитрий, расскажите, как вы заказывали? Ну, заказывал я по обыкновению в WhatsApp. Мне этот заказ напомнил сервис Ляны Корж. Когда ты заказываешь у кондитера, который сам делает, сам обрабатывает, сам доставляет, сам рисует, все сам. Поэтому переписывались мы в течение нескольких дней. Но очень мило. Евгению понравилось то, что я решил порадовать свою девушку. Да ты с такие деньги. Сейчас вы узнаете, сколько стоило. Да, ему это очень приятно было. Еще не знаю, какая девушка там будет. Он просто очень мило, хорошо общается. Ко времени все четко приготовил тогда, когда надо. Сервис пять. Слушай, ну я все-таки вставлю свои пять копеек. Потому что пятерками-то мы можем разбрасываться много здесь. Но бывает сервис лучше. Бывает более оперативный сервис, если сидит не сам человек. Плюс все же торт, мы договорились, что он отдаст к 11, и он это не выполнил, этот пункт. Курьеру передаст. Курьеру, если что, мы с Митей заказывали здесь, отсюда. Вот. Я все-таки, ну извини, ну снижу балл со своей стороны. У тебя просто хорошее впечатление. Ты с ним общался, но я смотрю со стороны. Все же одного балла здесь, ну, не хватает. Ну да, давай рассматривать сервис, да, хорошо. Представляете, когда арбузер тут небольшой в семье живет, такой, ну давай-ка один балл. Все, сразу согласился. Четыре балла за сервис. Уходит Евгению. Доставка. Ну вот, а что мы за доставку поставим? Слушай, ну курьер Рустам стоит сейчас на подъезде к нам. Мы не можем пока поставить оценку, потому что мы еще торт не увидели. Явно будет снижен балл просто за то, что мы сами заказывали доставку. Не могу снизить балл, потому что я сразу предложил. А, ты сам предложил? Вот сейчас расскажу вам интересный момент. Митя пишет, мол, вы там обязательно проконтролируйте, чтобы торт в багажнике ехал, чтобы плоскость была. А он такой спрашивает, а вы что, часто торты заказываете? Откуда вы знаете такие тонкости? А мы такие, ну да, частенько, бывает. Нет, я написал то, что был плохой опыт, поэтому он запомнился, и я теперь знаю, как торты доставлять. А, ты коварный. Я коварный. Меня вообще Максим зовут, если что. Максимка, мне очень приятно познакомиться. Но сегодня я Максим. Я даже не представляю, вот если потом я была бы кондитером, и у меня так заказали торт, и я бы потом офигела такое видео смотреть, в котором вся вот эта вот паутинка так сплетается, что он Максим для какой-то девушки, рыжей коты. А это все, блин, короче, бельщики, как обычно, какую-то кирню придумали, сидят на канале обозревать. Курьер будет с минуты на минуту. Я сейчас вам просто завышу уже ожидание, уж извините, но торт стоил 9 тысяч рублей. Стоимость торта у нас 3,5 тысячи за килограмм, и заказать можно только 2,5 килограмма, да, минимально. 9 тысяч торт, и 2 тысячи стоила к нам доставка. Но доставку сложно считать, опять же, потому что, ну, мы далеко живем. Это не так дорого. Мы с юга доставляли. Да, это с юга, это, ох, доставка, вообще, ждем, что он реально вот прям подъезжает и никак не доедет. Обалдеть. Ой, какой тяжелый. Вот это карабинция. За упаковку я поставлю 4. Объясню, почему. Здесь нету кругляшка, такие коробки дешевле. С одной стороны, мне это классно, да, я сейчас не увижу там, что внутри, и у меня будет больше сюрприз. Но при доставке, я думаю, что и самому курьеру было бы удобнее. Я вот, например, да, в свое время, когда торты делала на заказ, и доставляла их сама же. Я вот доставляю, раз посмотрела, а, все отлично, ничего не отвалилось. Тут такая вот экономия, да, как бы спорная. Ну, может, наоборот, он задумывал как сюрприз, не знаю. Короче говоря, ставлю 4 балла. Это стандартная кондитерская упаковка, все красиво. Ленточка здесь, визиточка. Кстати, это интересно, это даже... Слушай, это какая-то вообще самодельная штука. Это из картона, из того же самого. Здесь печатка. И прокол это дыроколом. То есть, ну, очень все стильно выглядит, но это достаточно обычно, в принципе, как у всех кондитеров. Поэтому ставлю 4 в надежде, в надежде получить пятерку от кого-нибудь. Был там у нас один торт, но он в выпуск не попал. Вот, там была прям на пятерку у нас упаковка. Короче, открываем. Да? Да? Да, вы готовы? Так, вы лайк поставили? Ну, я же как блогер типичнее должна сейчас это было сказать. Я волнуюсь, будто бы я сама делала этот торт. Я же вообще еще не видела. Так, подожди. Охренеть! Я не была девушкой, которая любит рожих котов, но я теперь их полюблю. Как красиво! Друзья, давайте обсуждать. Если бы у меня было не 5 баллов, а 100, я бы, конечно, поставила все 100. Я поражена, удивлена. Это невероятно качественная, красивая работа. Что бросается в глаза? Во-первых, этот торт хочется детально изучать. То есть, ты не можешь просто посмотреть на него и пойти дальше. Тебе хочется разглядеть. Ушки объемные у котов. Снежок как будто бы настоящий. Может быть, это... Слушай, это же сахарная пудра все-таки. Это сахарная пудра, а ты говорил велюр. Нарисовано все вот, ну, как будто бы... Ну, кстати, даже нет эффекта, да, что это напечатанная картинка. Именно видно, что это ручная, кропотливая работа. Снежинки. Я вообще не знаю, как он их сделал. Это все... Это же не какая-то форма заготовленная. Это просто вот он руками вот так отливал, получается, все эти снежинки. Торт идеально ровный, высоченный. Не знаю, есть ли там какая-то подложка. Вряд ли же он прям вот такой высокий, да? Торт хочется изучать. Его хочется разрезать. Посмотреть, какой он внутри. Сделано невероятно круто. Я думаю, вы сами все видите. Я вас не обманываю. Это потрясающе. Это, конечно же, 5 баллов за дизайн. Великолепно. Была бы я той самой девушкой, у которой жило два рыжих кота. Я бы, конечно, удивилась и порадовалась. Правда, кстати, кот один не рыжий, если придираться-то. Слушай, я думал, что он его рыжим сделает, но он вот как картинку мне скинул, вот эту, прям ее же и воспроизвел. Причем скидывал, что интересно, картинки какой-то другой художницы. Я встречала техники рисования. Я знаю, что кондитеры, например, бывают выравнивают ганашем. Можно, кстати, даже на чизе на масле рисовать. Они рисуют, потом убирают торт в холодильник, снова рисуют. Ну, то есть до того момента, пока торт, знаете, не начнет подтаивать. Вот есть такая техника прямо на торте. Это на мастике рисунок. Вообще, возможно, он, наверное, сначала на пласте мастики нарисовал. То есть он все измерил, как это все сделать. И уже спокойно рисовал просто, ну, вот, как художник, да? Как на листе. Потому что, ну, естественно, если вы положите вот так бумагу, легче рисовать, чем вот так под углом 90 градусов. Да, мы все это прекрасно понимаем. Но так тоже, конечно, можно. Это рисунок. Я, во-первых, у него видела, сколько процессов в Инстаграме, в ТикТоке он рисует сам. В этом-то вообще и прелесть его работы. Почему они стоят так дорого? Потому что это ручная работа. За картинку, за сахарную, ну, как бы не может такая стоимость быть. Нет, ну, может в жизни быть все, что угодно. Выполнено круто, натуралистично. Мне больше всего в его работе нравятся объемные элементы. Когда там вот ушки вылезли. Сугробчики такие, да? Да, это прям какой-то супер стиль, который максимально узнается. Вот мы этот торт покажем и сразу поймут, что он. У меня вообще было тезе к нему. Сделайте так, что когда девушка увидит, она поймет, что это торт от вас. Господь. А мне, знаешь, что нравится? Вот то, что есть какой-то главный элемент, да? А к нему еще обязательно какой-то вот декор здесь. Причем большой декор. Большой. Всегда крупный какой-то, вылезающий такой, знаешь, не по стандартам, не по канону сделанный. Я на него и подписалась как раз после того, как увидела торт такой с птицей. И там такие были листья, ну, как папоротника, что ли. И такие объемные, что потом нифига себе делает торт. Прежде чем разрезать сей шедевр, давайте обсудим, конечно, наши критерии. Как вы поняли, за дизайн мы поставили пять. Но у нас еще не закрыт вопрос с доставкой. Хоть мы и заказывали доставку, но Евгений сам вышел, закрепил торт. Он помог курьеру его закрепить на переднем сидении. Там они что-то подкладывали, чтобы он ровно ехал, закрепляли ремнем безопасности. И торт доехал. Даже с таким сложным декором, даже такой высокий, он все равно даже не потрескался. Ничего с ним не произошло. А ехал он на ладе 21.15. Поэтому понимаете, что там все трясло в любом случае. Считаю, что за доставку надо ставить пять. И критерий цена. Но все же, как ни крути, если смотреть среднюю рыночную стоимость, это дорого. В любом случае мы тут не можем с вами знать, дети говорят, да не, нормально. Ну как бы очевидно, что это ручная работа и все такое. Но три с половиной тысячи по московским меркам это дорого. Это ручная работа, цена может быть любая. Мы оцениваем цену по рынку. Да, по рынку это дорого, поэтому ставим четыре балла. Потому что все равно здесь видно, за что мы заплатили деньги, как ни крути. Пусть и такие деньги. Все, ну можно вас не томить, уже и меня не томить. Давайте просто разрежем торт. Посмотрим, как он внутри. А прикинь, там сейчас вот такой будет кусок. Да вряд ли, наверное. Или фальши ярус. Ну поехали. Так. Тяжело входит, да? Так, 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 так. Я донизу веду. Там нету никакого. Серьезно? Да. Нужна тарелка больше. Сейчас пытаюсь, пытаюсь, пытаюсь. Это все высоченный торт. Смотрю. Сейчас, 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 сейчас. А! Во! Это все торт. Я просижу в шоке, потому что там нет ни подложек, ни фальши ярусов, ничего. Это просто торт. Причем разрез офигенный. Разрез профессиональный. Если бы мы сейчас оценивали в шоу-кондитер. Очень пропитанный бисквит. Сразу вижу. Видно, что это не хлебный мякиш, ничего. Я, кстати, забыла, тут столько всего вам рассказывала, забыла обсудить, какие же начинки у нас были. Предложены нам. Манго-маракуйя, вишни, смородина, черник, морковный с апельсиновой карамелью, шоколадный с соленой карамелью, яблочный штрудель и лимонно-маковый. У нас с Митей тут был такой сложный выбор. Мы вроде как хотели лимонно-маковый, потом думали яблочный штрудель, но почему-то такие в конце. А давай чернику. Что мне понравилось, я очень хочу отметить, нас спросили, какой мы хотим бисквит, шоколадный или ванильный. Лайк, потому что бывает начинка вкусная, например, вишневая, но я не очень люблю шоколадные бисквиты, и я бы предпочла, например, ванильный. Он нас спросил, мне кажется, он мог бы даже и микс сделать этих бисквитов, если попросить. У нас черничная начинка. Тут такие вопросы, знаешь, типа, чего яблочный штрудель не заказали? Ну, я, короче, когда читала описание, поняла, что хочу черничный. Мы очень любим эту ягоду, и вообще еще не заказывала я никогда черничный торт. Все, пробуем, 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 вообще без лишних слов. Оля, разлагинься, дай тарелку. Я ганаш хочу попробовать очень, дай. А, вот тоже ганаш хочу попробовать. Митя, не нервируй меня, дай тарелку, пожалуйста. Ты меня нервируешь, спасибо. Ганаш вкусный. Просто вкусный торт. Да, это просто вкусный торт. Этот торт, вот если бы мне сказали приготовить торт черничный, я бы такого приготовила. Он прям, это настолько мне уже понятный вкус. Здесь бисквит классический. Мне кажется, прям вот какой-то у меня рецепт, да. Потому что он сам по себе суховат этот бисквит, но его нужно пропитывать. У меня вот подаются некоторые моменты, он не очень пропитан. Например, вот ближе к корочке. Но где пропитанный вкусно, много ягод, такой крем-чизик стандартный, вкусный, хорошо взбитый, все. Очень вкусный ганаш, вот этот вот шоколадный под мастикой. Мне кажется, он чуть-чуть пересластил начинку, именно черничную. У тебя нет такого ощущения? Черника, она же не кислая. Она практически нейтральная черника. А сахар он положил, как в обычное конфи, ну, например, там, грубо говоря, вишневый какой-нибудь, да. Видишь, не нужно эту кислоту перебивать, а черника, она сама по себе очень сладкая. Ну, не то, что сладкая, но она хотя бы не кислая. И вот я когда пробую отдельно, прям такое варенье, короче, черничное. А, слушай, не-не-не, это не в чернике дело, это бисквит очень сладкий. Вот попробую бисквит отдельно. Оно как-то, когда все вместе, очень даже в целом, да, сбалансировано. У меня бисквит сухой, сильно сухой. У меня бывают места, там попадаются, он хорошо пропитан, а бывают места суховатые. Друзья, чтобы вы понимали, мы сейчас стараемся придраться к тому, что очень хорошо. Да, да, это в любом случае, это офигенный торт. Вам в любом случае понравится, в любом. Мы сейчас пытаемся вот вглубь прям взглянуть, вот что не так, прям разобрать торт на составляющие. Иногда пробуешь и понимаешь, все, оно уже не может быть лучше. Здесь пробуешь, оно хорошо, но может стать чуточку лучше. Мастико, мастико, в Африке мастико. Очень вкусная обмазка, тут этот ганаш. Мне ганаш, мне этот ганаш больше понравился, чем у Ляны. И мне, и мне, он офигенный, я прям можно вот его... Он знаешь какой? Он вообще какую-то конфету напомнил. Он только на молочном, что ли, шоколаде, не пойму. Да, возможно, он на молочном... Хотя нет, горьковатость чувствуется. Вот я сейчас отдельно бы пробовал. Ну, очень приятный ганаш. Просто хороший, вкусный торт. Я боюсь, что еще больше пропитать эти бисквиты, может быть, уже бы он был с тортом нестабильным. Ну, ребят, камон. Ну, мы же осознаем, что этот торт высотой как бы... Ну, вот, посмотрите, пожалуйста, высоту этого торта. А давай измерим. 21 сантиметр. 20 сантиметров. 20, да? Да. Ну, 20 сантиметров торт. А у меня такой же бисквит или у меня чуть нежнее? У тебя нежнее, но... Но, такое ощущение, что такой плотный бисквит делается для того, чтобы он был 20 сантиметров в высоту. Конечно, конечно. Ну, посмотри, как он стабильный. Он ехал по буеракам. Просто выдержал все, что можно. Мы как бы, да, действительно, пытаемся придраться, но на самом деле придраться тут вообще нечего. Ну, давайте сейчас в традициях лучших шоу попробуем съедобный элемент снежинка. Она из-за замальта. Снежинка из-за замальта, да? Ну, да. Сладкое все. Ну, съесть можно, если захотите. Если вам торта будет недостаточно, можете еще снежинки полизать, в принципе, да. Торт офигенный. Для такого высокого... Ну, это не то, чтобы 3D-торт, но он же тоже обтянут, да, мастикой. Классно. Друзья, мы уже отсняли несколько тортов данной рубрики и поняли, что наша система, наша шкала немного где-то проигрывает. Нам нужно переделать рейтинг за вкус. То есть, у нас все критерии идут по пятибалльной шкале, но за вкус все же мы должны давать 10 баллов, если торт очень вкусный, и 0 баллов, 1 балл, если торт невкусный. Иначе вся система просто идет под откос, и те торты, которые нам не понравились, они могут выигрывать и по сервисам, и по доставке, но по вкусу они нулевые. И тогда рейтинг получается необъективным. Я думаю, что на данном этапе еще можно все переиграть. Мы пересчитаем прошлые торты. Не переживайте, все будет честно. Мы топим за честный топ. Пока мы не обозрели все торты еще в 2022 году, надо сделать более правильной шкалу. И сейчас вы увидите на экране баллы предыдущих участников. А теперь за этот торт по 10-балльной шкале я ставлю 8 баллов. А то есть торт Алены Шеф на какой балл? Там 10 для меня. А Ляны? Тоже 10. Тоже 10. А будущий торт из будущего выпуска? Вы узнаете. Да. После него-то мы и поняли, что шкала у нас немножечко гуляет, гуляет. Получается, что по нашей бально-рейтинговой системе Евгений Неймлесс Кейк получает 30 баллов. А это 85% удовлетворенности клиента. То есть меня. Я всегда говорю так, да? Типа, то есть меня. Вот такие вот у нас результаты. Едем дальше. Ищем новых талантов. Пишите обязательно в комментариях, у кого еще нам заказать торт. Не забывайте подписываться на канал, чтобы не пропускать новые видео. Их выходит очень-очень у нас много. Увидимся с вами очень-очень скоро. До новых встреч. Всем белка. Субтитры сделал DimaTorzok